С вами Доктор Кострик. Подписывайтесь на медицинский канал Доктор Кострик. На канале уже более 200 видео. Канал постоянно пополняется новыми видеоматериалами на медицинскую тематику. Формируется своего рода видеоэнциклопедия, на которой вы обязательно найдете ответы на ваши вопросы. Всегда учитываем ваши пожелания в комментариях. А лучшая награда за наш труд – ваши лайки. Чтобы не пропустить выход новых видео, жмите на колокольчик. Тема сегодняшней нашей встречи – желтуха, виды, причины возникновения. Желтуха представляет собой набор симптомов, которые включают, например, пожелтение кожи и склер глаз. Это связано с повышенным уровнем билирубина в крови и тканях. Существует несколько видов желтухи. Желтуха и билирубин – это желтый пигмент, который может попасть в кровь, например, в результате распада эритроцитов, нарушения транспорта или конъюгации билирубина в печени или нарушения оттока желчи. После высвобождения билирубина из эритроцитов он поступает в кровь, а затем с плазмой перемещается в печень, где подвергается химическим изменениям. Как следствие, он выводится в желчные пути и концентрируется в желчном пузыре. С диагностической точки зрения различают несколько видов желтухи. Итак, гемолитическая желтуха называется также еще надпеченочной желтухой и вызывается гемолизом, то есть чрезмерным распадом крови эритроцитов, в результате чего образуется большое количество билирубина. Его так много, что он превышает возможности его усвоения и метаболизма печенью. Билирубин нерастворим в воде, поэтому не может выводиться с мочой, поэтому проникает через гематоэнцефалический барьер, повреждая этот орган, если достигает слишком высокой концентрации. В норме билирубин соединяется с глюкороновой кислотой в печени с образованием водорастворимого соединения, в результате чего он выводится с мочой. При нарушении этого процесса возникает желтуха. В этой группе желтух встречаются также случаи, обусловленные нарушением функции захвата билирубина клетками печени или связывание с глюкороновой кислотой, которая является первым этапом метаболизма билирубина в печени. Анализы показывают, например, повышение концентрации непрямого билирубина и уробилиногена в моче. Этот тип желтухи может появиться у новорожденных. Затем его называют физиологическая желтуха, и это временное состояние. Симптомы гемолитической желтухи включают увеличение селезенки, темный кал и очень светлую мочу. Синдром Криглера-Найяра также относится к этой группе. Механическая желтуха, иначе известная как печеночная, механическая или застойная желтуха, появляется как следствие воспаления желчных протоков опухолей поджелудочной железы или камней в желчных протоках. Количество билирубина адекватное. Печень функционирует, но есть проблемы со сбросом желчи по желчеводящим путям в желудочно-кишечный тракт. Наиболее распространенными симптомами являются потеря аппетита, рвота, озноб и лихорадка. Печеночная желтуха, также известная как паренхематозная желтуха. Ее основным симптомом является боль в мышцах. Ее причиной являются гепатиты А, В и С. Печеночная желтуха возникает в результате нарушений в самой печени, работа которой нарушена. Еще одним источником развития желтухи может быть рак или нарушение системы кровообращения, приводящие гипоксии в печени. Кроме того, желтуху можно классифицировать и по концентрации билирубина в крови, что, например, влияет на выраженность видимых изменений. По этой причине мы можем выделить так называемая субжелтуха или преджелтуха, когда уровень билирубина меньше 43 микромоль на литр. Желтушная желтуха или желтуха средней степени тяжести, когда уровень билирубина находится в пределах от 43 до 171 микромоль на литр. Выраженная желтуха при уровне билирубина выше 171 микромоль на литр, а нормальный уровень билирубина в крови, когда он находится в пределах от 5,1 до 17 микромоль на литр. Желтуха различают виды желтухи, вызванной гепатитом А, В и С. Желтуха типа А. Этот вид желтухи, вызванная вирусным гепатитом А, который передается через пищеварительный тракт и также является проблемой грязных рук. Этот вид желтухи возникает в результате употребления зараженной вирусами питьевой воды или вымытых в ней пищевых продуктов. Появляются характерные признаки в виде пожелтения кожи и белков глаз, потемнения мычи и обесцвеченного стула. Вакцина против гепатита А доступна, рекомендуется две дозы. Желтуха типа Б. Ее называют имплантационной желтухой, опасным инфекционным заболеванием. Этот тип желтухи может вызвать серьезные осложнения, в том числе печеночную недостаточность и лицероз печени, увеличивая риск рака печени и в конечном итоге смерти. Вирус гепатита Б в 50-100 раз более заразен, чем ВИЧ. Вакцинирование является эффективным методом профилактики заражения гепатитом Б. Передается вирус в результате полового акта, если используется один шприц. Нанесение татуировки, когда в тату-салонах отсутствует надлежащая гигиена при работе. То же самое касается парикмахерских, косметических или стоматологических клиник. Переливание инфицированной плазмы, крови и ее элементов. Желтуха С вызывается вирусом гепатита С. Источником заражения при данном виде желтухи являются зараженные вирусом кровь. Вирус гепатита С имеет скрытое течение и вначале не дает никаких симптомов, потому больные не догадываются об этом и чувствуют себя хорошо. Каждый третий человек испытывает симптомы гепатита С, в том числе тошноту, рвоту, кожный зод, проблемы с концентрацией внимания. Например, заражение может произойти при переливании крови или во время диализа, во время посещения стоматолога, когда отсутствует надлежащая гигиена. Также у парикмахера и косметолога причины желтухи могут быть острый вирусный гепатит. Особенно у молодых и здоровых людей заболеванию предшествуют ранние симптомы заражения вирусным гепатитом, длительное воздействие гипертоксическим фактором, прием слишком высоких доз препаратов, наиболее часто встречается передозировка парацетамола, алкогольная болезнь печени, алкогольный гепатит и цирроз, генетические факторы, синдром Глибера. Когда желтуха рецидивирует у больного или его родственников, несмотря на отсутствие заболеваний печени и желчеводящих путей, закупорка желчных протоков, возможно, из-за рака, часто проявляется безболезненной желтухой у пациентов, перенесших похудение, зуд или наличие опухоли в животе, внутри или внутрепеченочной желтухой и связано с заболеваниями печени. Внутрепеченочный холестаз может быть вызван вирусным гепатитом, приемом некоторых лекарственных препаратов, влиянием токсинов, изменениями алкоголя. Например, если при внепеченочной холестаз может возникать при желчекаменной болезни, панкреатическом раком, рак поджелудочной железы, иногда воспаление желчных протоков, псевдокиста поджелудочной железы, сужение общего желчного протока холедоха после процедур, острая печеночно-клеточная недостаточность. Это сопровождается психическими расстройствами и проблемами со свертываемостью крови. Другими возможными причинами желтухи могут быть также синдром Жильбера. Это хроническая патология печени, в основе которой лежит генетически обусловленное стойкое повышение содержания в сыворотке крови непрямого белирубина. Также болезнь Вильсона-Коновалова – это наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, для которого характерно избыточное накопление в организме меди. Соответствующими такими токсическими эффектами болезнь сопровождается сочетанным поражением внутренних органов и структур головного мозга, в том числе и поражение печени. Синдром Роттера – редко диагностируется это наследственное заболевание. Это наследственный пигментный гепатоз, при котором кожа и слизистые оболочки приобретают слабовыраженную желтушность. Синдром Даббина-Джонсона. Энзимопатическое заболевание – желтуха, редкий пигментный гепатоз, характеризирующий нарушением экстреции, связанного белирубина из печени в желчные капилляры и приводит также к желтухе. При туберкулезе может встречаться, лимфоме, ушибе печени, также в синдроме Будды-Киари, также при синдроме Криглера-Найяре. Оно очень редко встречается, это заболевание. Оно наследственное, которое проявляется как выраженная желтушность кожи на фоне нарушений центральной нервной системы. В судорах. И может также проявляться такие симптомы, как и рвота, и даже комы могут быть. Провоцируемая токсическим воздействием непрямой фракции белирубина, недостаточность кровообращения может быть. Гиперактивная щитовидная железа также может приводить к желтухе. Внимание! Желтуха также может возникать после употребления пищи продуктов, содержащих желтый пигмент, таких как тыква или морковь, в большом количестве. Мы говорим тогда о псевдожелтухе, которая безвредна и носит временный характер. Желтуха, какие же ее симптомы? Самые ранние и наиболее вероятные – это повышение уровня белирубина в сыворотке. Желтуха, называемая желтухой, проявляется на склерах глаз и слизистой оболочке рта. Также отмечается изменение цвета мочи и кала. Симптомы желтухи также включают зуд кожи и боль в области печени. Если появляются колики, диагноз, как правило, ставится вне печеночной желтухой. Гемолитическая желтуха характеризуется бледной мочой и темным калом, тогда как печеночная желтуха характеризуется бледным калом и темной мочой. У новорожденных желтуха прогрессирует с головы на туловище, а затем на руки и ноги. Другие неонатальные симптомы могут включать громкий плач, вялость и судорог малыша. Прогрессирующая желтуха вызывает такие симптомы, как кожный зуд и боль в области печени. Основанием для диагностики желтухи является беседа с больным, в ходе которой врач расспрашивает обо всех препаратах, которые употребляют больные, и не подвергались ли они воздействию токсинов, которые могут нанести вред печени. Важно получить информацию о том, как вакцинировать больного против гепатита. Врач также спрашивает о предыдущих операциях на желчеводящей системе. Внимание! Важно узнать о причинах и привычках больного, то есть употребляет ли он алкоголь, находится ли в группе повышенного риска заболевания гепатитом, принимает ли наркотики внутривенно и какой у него тип полового акта. Кроме того, важно сообщить врачу о возможном семейном анамнезе желтухи и наследственных заболеваниях печени. Помимо медицинского опроса, врач проводит пальпацию живота и назначает анализы крови. В анализе крови определяют общий и прямой билирубин, активность аминотрансфераз, челочной фосфатазы и гаммоглутамилтрансферазы, фермент, участвующий в обмене аминокислот. Результаты анализа позволяют отличить застой желчи от поражения клеток печени. УЗИ брюшной полости, компьютерная томография или магнитно-резонансная томография также проводятся для выявления отека или опухоли печени. На основании УЗИ врач может диагностировать вне печеночных алистаз, требующий дальнейшего исследования обычно резонансной или ретроградной эндоскопической холангиопанкреатографии. Иногда необходима биопсия печени или лапароскопия. Как было сказано, желтуха является симптомом многих заболеваний, поэтому последовательного лечения не существует. Выбор вида лечения зависит от диагноза и состояния больного. Возникновение желтухи не должно быть поводом для немедленного обращения к врачу или в отделении неотложной помощи. Это необходимо только в том случае, если желтуха сопровождается другими симптомами, такими как боль в животе, высокая температура, тошнота. В остальных случаях следует обратиться к доктору своевременно, но не сразу, это может быть не на следующий день или через несколько дней после начала заболевания. Стоит поддерживать работу печени естественным путем во время желтухи. Например, трава вербены в виде органического чая, которая доступна на рынке, сделает эту работу. Вакцинация против желтухи возможна только в том случае печеночной желтухи, то есть вызванной вирусом гепатита А или Б. К сожалению, до сих пор на разработке вакцина против вируса гепатита С. В настоящее время существуют как моно, так и комбинированные вакцины от желтухи типа А и Б. Прививки особенно рекомендуются людям, которые должны пройти медицинские процедуры или выезжают за пределы страны. Они обязательны для детей и людей, которые в силу своей профессии чаще болеют. Желтуха новорожденных представляет собой уникальный случай желтухи. Его причиной в основном является незрелость печени, что связано с нарушением сочетания билирубина и кислоты. Желтуха новорожденных обычно появляется на второй день жизни и исчезает примерно к десятому дню жизни. Постепенно печень начинает справляться с метаболизмом билирубина все лучше и лучше. И желтуха больше не появляется. Этот тип желтухи не требует лечения, так как проходит сам по себе, если этого не происходит. А уровень билирубина по-прежнему очень высок. Следует искать более серьезную причину. Это означает введение более детальной диагностики. Желтуха в домашних условиях какая же есть профилактика. Значит, при неустановленном характере или после исключения механической так называемой желтухи можно сохранить работоспособность печени только путем правильного питания. Повышенный физический и умственный отдых также должен быть, который благотворно влияет на регенерацию, восстановление организма, в том числе, конечно же, и печени. Повышенное поступление витаминов, особенно витаминов группы В и витаминов С, прием препаратов, поддерживающих функцию клеток печени. Здоровая диета для печени – это прежде всего та, которая содержит большое количество фруктов и овощей и меньше жирного мяса, красного мяса и животных жиров. Организм должен быть обеспечен большим количеством витаминов, желательно из природных источников. Если по какой-то либо причине вы не можете получать нужное количество витаминов из рациона, вы можете, посоветовавшись докторам, дополнить его добавками. Важно вести гигиенический образ жизни, избегать возможных источников заражения заболеваниями, способными поражать печень. Тем не менее, можно сделать прививку от гепатита А и В. Но не забывайте, что прививка от вирусного гепатита С еще не разработана. Так что я вам желаю всегда быть здоровыми, оставаться всегда с нами, комментировать видео, тем более учитываются ваши пожелания в комментариях. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok